Господи Иисус Христос, не Боже, помилуй нас грешных. Аминь. Здравствуйте. Вы туда и обратно уже не поняли. Нет, ну так туда. Вот. Ну я так, честно, представлял вас. Здравствуйте. Вы тут как этот. Вам надо это, знаете, как сказать, подпольная лаборатория. Сергей, ну простите, что мы ночью не могли бы заехать. А днем, ну просто... Мы просто потом передать, когда бы... Вот просто вам... Это я действительно... Мы же видели с тобой по скайпу, да, Иван? Да, видели, а теперь вот можем попробовать его. Живой. Слышка. 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 Всё это же. Здравствуйте. 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 Слышка Сережа. Я вот крестил своего первого у меня Пустота, что первого крестаца Palette. И у меня как бы... Второго я крестил девочку, потому, что у нее там, там, мама пьющая. Я просто ради... Не того, что там, а ради этого ребенка. Потому, что мама там, ну детей губит. Там она рождает их там. Они у нее в таком состоянии. Я просто сейчас как-то нашел крестную, Таню, угоняю ее, чтобы она там за ней. Все. А я приходил ко мне, вот пришли две, вот помасывали, какие-то девушки там стоят, что за девушки. Заходит, я им говорю, ну, давайте, я говорю, я, конечно, я должен крестить вас, но ответьте мне на вопрос. А, что такое крещение? Зависли. Я говорю, хорошо. Душа вечна. Но это как посмотреть. Я, ну, все ясно. Так, девушки, сестрами назвать не могу, почему? Потому что крестьяне это кто такие? Я вот говорю, как удивительно, да, вот мы вообще год назад друг друга не знали, да. Сейчас мы, ну, как сказать, Господь соединяет людей, казалось бы, вообще разных сословий, разных, вообще всех разных. Как будто они все рынки друг друг друга. Ну, да, да, вот удивительно такое. Я говорю, а Господь что сказал? Говорит, не бойтесь, да, поставить своих там родных, не бойтесь, потому что у вас будет еще больше братьев, сестер. На самом деле, почему Господь сказал про домашних, потому что враги, потому что кто противится человеку? Домашние. Там начинаешь, как? Вот ты там замолился, вот ты вообще там, и все, пошел и поехал. И мало кто может больнее ударить, только близкий человек. И получается, что у нас, у христиан, это братья и сестры, ты едешь, у меня вообще вчера пошел я машина начинать, у меня оказалось, машина сломана, мы бы раньше выехали. Если не пошел, поставил шар у меня, а там на оботе, ну, на конце Курска, там рядом трактир Моква, там река Моква течет, и Моква, я думаю, Москва, нет, Моква. Подходит женщина, батюшка, пойдемте покушать. Я говорю, а вы кто? Я Елена. Я вы хозяйка? Да, у нее там такой, как бы, садик сделал. Пришла меня, накормила там первое, второе, третье компот. Просто так. Я говорю, вот, я все так думаю, вот, спасибо, Господи, Елена, а то, что там я есть хотел. Ну, я там приехал только вечером домой, там пока. И все, вот, казалось бы, да, человек вообще меня тут посторонний, но мне, я его даже знать не знаю. Ну, мы еще хотим ночью, конечно, встретиться с Волгоградом, он Моква хоть, а то. Я часто ездила раньше. Ну, да. Ну, мы, как сказать, мы... Тракторный, вот она, Моква, я знаю. Спартановка. Спартановка, да, ну, это говорится же, а мы жили на Красном. А мы на Красном. Там, это зовут Красный Октябрь, где вот сражения были. Я знаю, у меня племянница жила в Волгограде, брат, а брат потом... Представляете, танки прям делают, с конвейера сходят танки, а тут, оттуда защищают. Представляете, как они там... А там же идет как металлургический, он прям по берегу реки идет, вначале металлургический, льют металл, прям сразу идет на конвейер, листы, тут же сразу на тракторный завод, то есть был трактор, и все, и сразу танки. То есть все, был полный процесс. А с другой стороны, какой-то уже разбитие танки. Он, конечно, ну, мы, знаете, мы страдали. Вот когда он работал, этот красный, над полной мощью, там вечером выходишь, и аж такая красная, такой, воздух. Там этим дышали, там много было заболеваний. Вообще, в озерах не было раков соседних. А потом, когда он закрылся, знаете, и раки появились, и рыбас. Теперь вот сказал, да, с одной стороны, промышленность, сказал бы, все люди получают зарплаты, там. Вот какой конфликт идет, да? Идут что-то там, люди все, всем хорошо, все сильно получают зарплаты. А тут встали заводы, тут у людей зарплаты нету. Казалось бы, кризис. А в природе хорошо, стало легче дышать, стало. Вот что человеку выбирать? Вот это вот эта дилемма. Мы же три недели, вот эти наши крохи, болели. А у нас... Пять недель. Пять недель. Вот они кашляли вот так, что у нас сердце обливалось. Представляете, ночь просыпаемся, вначале это начинает исти, прям у нее кашлят приступами, прям там. Ставим тазик, в тазик он рвет ее. Потом у этого начинает. И вот так всю ночь у нас все... А сердце там обливается, когда еще и кашляет, так. Все, врача сразу. Мы как-то всегда до последнего. Врач там у нас... Потом у вас воспаление легких, наверное. Потом нет, у вас коклюш. Какой коклюш? Никакого у нас нет. У нас коклюш... А коклюшик от нас заразится. Человек должен прийти и заразить нас. Коклюши у нас никого. О, цыгане. И у цыгане самые здоровые из всех. Они делают ни прививки. Да, у них там есть кишечные бывают там. Но они никогда у них... Вот посмотрите, у статистика у цыга, у них есть все заболевания. Они приходят там иногда в поликлинику, это для того, чтобы им деньги эти субсидии дали. А так они вообще не ходят. Потому что они воспитывают детей своих вот в таком... Я был в таборе, дети видел, первые морозы уже коркой покрываются эти лужи. Они босиком ходят по лужам. Сопли бахромой, казалось бы, да? А сопли что-то такое? Это нормально, реакция организма, слизь выходит из организма. А у нас как? Слизь, сопли, все, простуда. И давай укутывать ребенка там. Вот эта любовь. Я внушечку. Да, не прививки, я вам не делала. Вот, говорим. И вот они лазают с полом, собирать. Ой! Они... Ой-ой-ой! Бабушка, бабушка. Это сразу бабушка. Ой, не надо. Молодец. Да хватит, ну что он... Он лазит уже везде сейчас. Яна, кирпичные порушки. Бетонные. Ну вот, видишь, как он залез хорошо. Он залез правильно, слава богу. Но назад он так будет лететь вообще, я не знаю, все переломает. О, не закрылись. Он в воду, назад. Ба, да что, ну что, он теперь будет, видишь, будет лазить теперь туда-сюда специально. Ай-я! Да, па, они дома все едят. С пола, с земли. Мама, да ты что? Собаки с миски со мной. Если Бобик не успел путь в миски, то он не успел, он остался готов, потому что едать, то был четвертый ребенок в семье. Значит, Бобик не успел просто. А я, а мне сердце, ну ты хвари, какой-нибудь, ба, ну ты не видишь, они дома же, все, как делают. И я с полу все забираю. Нет, вот видите, да. Вот им тоже говорят, они не делают прививки-то. И мы вот сейчас, и мы знаете, к чему, вот я к чему все вез. У нас, у нас вокруг поля, эти поля опрыскивают такой гадостью от жуков, от травы. Да, да, да. И там вот я, мы сижу около дома, три грузовика с такими желтыми, такими баками, с от травы. И у нас, я говорю, а отец Александр, вот у меня вот мы вместе с глазами, то же самое, говорит, три недели дети кашляют, как вот все, как будто сейчас они вот задохнутся, настолько вот сильно кашель. Я говорю, ни в коем случае не колите антибиотиками, потому что антибиотики, они, конечно, да, они вроде там лечат, но получается, что иммунитет происходит еще какой-то другой, то есть нет компенсации. То есть организм так устроен в человеке, что у него есть компенсация. А когда ее нету, то есть происходит какая-то, то есть где-то пусто, а где-то густо. У вас тут, знаете, мы ехали, у вас тут, конечно, такая немножко диковатая, на самом деле, потому что у нас уже более какая-то там, у нас поля тут как-то, у нас вокруг поля, ничего никаких, даже нету таких вот, каких-то, как сказать, первозданных каких-то лужа, а тут у вас, вот, гляньте, у вас пруд, река, красивая такая местность, и поля где-то туда едут, то есть они не подходят там близко, вот, хорошо, потому что ветер, вообще, как они должны отраву делать, они должны убрызгать ночью и безветренной погоды. Они ничего, конечно, там не выполняют, и поэтому сейчас мы с Вадыкой, я буду разговаривать по поводу того, что дети у нас, если так каждый год, то это придется некую какую-то хроническую, и не дай бог это как-то зациклить, и мы на, так сказать, на весы положились в одну наше служение, и дети, то есть на этой, на этой стороне весов должна быть община, прежде всего община, люди, а у нас как таковой общины нет, там, я здесь. Ну, вот у нас, да, вот у нас, вот у нас, вот там, примерно около тысячи жителей, приблизительно, ну, фактически живут там, может, 700, там, до 600, может. Но из этих 500-600 человек ходят в храм, так вот, более, там, 6-7 человек. Из этих 6-7 человек только двое трудятся над своим характером, над своим нравом, над своим, вот, то есть реально происходит какая-то борьба, какая-то борьба к тому падшему человеку, в котором у нас вот у всех, у нас он гнетет, и плоть наша гнетет, и только они только борются, и все, я говорю, если у нас общины нету, я бы готов, да, если у нас была община, там, народ как-то собирался в храме, там, батюшка давать, мы пытались устроить праздники, там, батюшка там накрывали столы, там, все, собирали их, пели песни, там, вот. Я, например, не умею сочинять песни, у меня нет такого дара. И я беру то, что кто сделал это хорошо, а это сделали в истории нашей России, таких фильмов много, там, «Эй, ты грешный человече», там, про ангела-хранителя, про, ну, там, такие песни духовные, замечательные, богородицы, про богородицы, столько песен красивых, про преподобного Сергея Радонежского, как он в лесу, и они все, они подхватываются быстро, дети сразу это принимают, и мы, как бы, пытались это устроить, но это ничего не принялось. Сегодня это, как бы, пришло к тому, что им выяснился, как выяснил себя, им, как бы, кого батюшку не нужно, ему нужен батюшка требный. Приехал, отслужил, панихид отслужил, деньги все собрал, все приношение собрал, в этот взял, всех отпел, кого надо отпел, кого надо всех, и уехал. Вот такой им нужен хищник приходит. Ну, я, собственно, и не верю. Я к чему? Что я буду с сладыком, мы будем разговаривать по душам, потому что, ой, надо подготовиться еще, я вот хочу еще подготовиться, чтобы показать, что экономически это противоречит вообще первым апостольским постановлением. Народ, он является все равно самым главным, и он является, можно сказать, да, бывает ошибки, бывает вот во время 17-го года народ тоже сказал свою волю. Но это опять из-за чего он сказал? Это сказал из-за тех священников, которые не поняли, для чего они вообще их рукоположили, для чего, которые просто увлеклись этими деньгами, увлеклись этими экипажами. Ну, в деревне таких не было священников, но все равно в городах, я читал, как получал священник, в Кубанской губернии. Он получал столько, как будто, я не знаю, какой-то, он мог себе купить экипаж, он мог содержать слуг. А в Курской губернии, вот, предположим, он получал в год у него было там 10 тысяч рублей, а у Курского священника даже тысячи рублей не было. Там ирония, ирония, блаженный ирония, как он говорит, как должен быть священник. И даже там сказано, если священник был бедным, а стал богатым, где такого, как от чумы? Представляете, как сказано? Очень, 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 я учешно, знаете, это, когда Господь сказал, не думайте, кому там, это не вы определяете, кто плевел, кто рожь, потому что, может быть, окажешься ты плевел. Придет время, когда ангелы Господни слетятся и разделят плевела от пшеницы. Вот какое будет удивительное. Ты говоришь, ну Господь научил еще по делам узнавать. Да, по плодам. Да, да, по плодам, конечно. Вот это сегодня, представляете, на это, по чему мы дошли. Я говорю, а что ждать от Бога, когда Бог видит эту мерзость, запустение внушек влежности. Ну, опять же, Господь не бывает поруган. Значит, даст нам опять новый 18-й год. Только, как это будет, через что это произойдет, мы не знаем. То, что к этому идет сейчас, это, ну, это просто говорить, сейчас надо менять людей, начать там. Хорошо, что мы не знаем всю правду, потому что, узнав всю правду, я думаю, что, человек, здесь много сейчас людей, сегодня людей, а говорят, а что в храм-то идти, там, у вас, они так ездят в таких дорогих машинах, они такие. На днех один приходит, они хоронил, тёщих хоронил. Он говорит, а ты знаешь, а я, я вот, понял, что они не такие уж богатые. В народе у людей, что священники, они все богатые. А у него не такой ботинки, у него там, пашина у него там не такая. Народь тоже тверд, беседит мне. Да, уже, уже, средства массовой информации сделали своё программное дело. А заметьте, вот только всё показывают. Только показывают, какой священник негодяй, каких-то извращенцев, хороших батьков не показывают. Почему не показывают? Потому что, ну, зачем? Может быть, хорошо, что не было бы интернета, телевизора. Жил бы, трудился бы, Евангелие сам открывал бы, сам читал, сам бы просвещал себя, и... А тут вот эта мерзость в душу не залепла, и всё. И как вот с этим вот ходишь? Ну, с другой стороны, я понимаю, что всё это надо пережить, всё это надо этому всему, надо быть. Почему? Вот я как это всё оправдую? Что придёт, когда антихрист, придёт антихрист. Какое состояние должно быть с какими? Вот в каком состоянии должно быть состояние быть. Всё тело, всё тело сплошное борт. Сейчас мне, мне, манитик подсел. Тоже от этих всех лекарств? Да я, ну, другие лекарства, ничего не принимал. И простуды, вот в горле, я сейчас лёгко перешла, но она такая, и откашливаться надо. Матрот-то откашливать надо. Ну, откашливаться, что? А так не получается? А у меня мышцы-то атрофируемые, а они не могут. А как она потом уходит? Она же потом должна выйти? Она может, подходит, мне надавливает, и тогда откашливается. А, то есть она знает уже движение, которое она взяла. Ну, вы просто чудо божие. Знаете, как? Ну, вы на вас смотрите, чудо божие. С глаза, всё, живой человек, ты вашим, это, с чудо божьим. Я не знаю, никакого. Вы ещё лежите там, ещё. Без всякого ропота. Я просто, ну, я вот приходил к таким людям, и про что происходило? У меня вот какая жизнь несчастная, я вот такой несчастный, я такой вот несчастный. И, конечно, да, вы-то почему мне не жалуетесь? Ну, потому что я хочу к Богу попросить цель, корыстный. Ну, а Господь сейчас не забирает пока? Значит, что вам? Ну, пока, чем больше терпишь, тем больше наград, а он не корыстит, чем больше. Чем больше? Ну, крестьяне, все корыстные. И в царство небесное ходили. Только о себе думают. А представьте, у вас какое сейчас состояние? А вот человек живет в Неге, богатый. У него, как помните, богаче Лазарь, да? Тот, кто-то у него гноч капал с собаками облизывали, а тот в Неге пребывает. И он, кстати, который в Неге пребывает, оказывается, это тоже все закончится. То есть, и кто в каком, в каком, в каком положении? Тот, который в страдании, что все закончится, или который в Неге в этой закончится? Ну, тут и ждет окончание. Вот, вот. А это тоже праздник. Да, да. Но состояние совсем другое. Поэтому скорбь, который нам Господь, я знаю это, я понимаю. Иногда я бегу от этой скорби. Говорю, Господи, не дай мне... Я говорю, вот знаете, удивительно, у меня в детстве, я всегда приходил на кладбище, не всегда. Меня всегда удивляла тишина на кладбище. Я приходил и слушал те шумы. Потрясающе. Это... И тут я... Думаю, а что мне? Мне 4 часа надо было маску надевать. Так, зачем я там пойду на кладбище? Зачем мне нужна красная площадь? Я там нею, красная площадь. Я на кладбище ходил с покойничками, которых я знаю, покойничков. Там актеры, актрисы, амфитеатров, кстати. Человек всегда вспыляется, он там уходит в свои какие-то... И тут стоп. Вот твоя, танцой будем. Сейчас ты просто... Ну, ты сейчас живой. Завтра ты с ними ляжешься. Там же ляжешься. Там же землю тебя заролит. А тут рядом, знаете, стена такая. Страшная. Стена и там баночки стоят. Она... Что-то вот это... Какая-то жуть. У меня... Я говорю, как? У нас... У нас не Китай. У нас не Япония, где земли нет. У нас, Россия, земли. Господь столько дал. Можно... Там, я не знаю... А тут... Они вот сжигают себя. И я прохожу на эти лица смотрю. А там... Почему-то всегда нравятся мне интересные лица. Я говорю, как можно... Это же какая-то... Это же какая-то... Это же какая-то связь есть. Не может быть. Человек заповещал себя похоронить в сожжении. Что-то в его глазах должно быть безвозвратно, потерянное. И смотрю, на самом деле, я... Ирюша, там... Нету ли одного какого-то... такого... доброго лица, какого-то улыбающего, открытого. Все какие-то ужинки, какие-то предсмертные... какие-то там... Ну, то есть... Ну, может, одну там же девушку увидел, и то, мне кажется, сожгли ее без ее воли. Она просто там умерла, и ее там... Все. И поэтому, вот, состояние наше, ну, конечно, кто знает, кто ад, кто рай. Ну, то есть, да, ад, это место, где мы соприкоснемся, душа соприкасается с ним. Как бы, ну, почему? Что, конечно, только рай. Господь проводит через ад, чтобы понять, что такое рай. Если он у нас пропускает через там... Он говорит, разбойника кто? Были какие мытарства? Ныне будешь со мной в раю. Разбойник, негодяй. Висит на кресте, и что он взял? Умирает, ну, совсем с другим настроением. А тот умирает с таким настроением. Вот он. В чем застану, в том, и судить буду. Говорю, Господи, дай мне умереть. Я вот причинчал женщину, получился как? Звонит. Батюшка, вот это у меня тут мама. Плохо себя чувствует. Я говорю, ну, плохо, ну, как? То есть, будет совсем плохо, я говорю, ну, как? То есть, я сейчас не приеду к вам. Они говорят, будет совсем плохо, да, у меня есть причастие специально готовится на светлый, на четверг светлый. Готовится специально заготавливаться горы для таких болячек. И они там, как ли в крови, там каждый кусочек, каждый кусочек тела окропляется. То есть, все, то есть, готовы причастия. То есть, это всегда для экстренного вызова, как говорится. Ну, я еще не спрашивал, я просто, она говорит, ну, вот она умирает уже. Я говорю, как вы это поняли? Она говорит, она только что сейчас ходила, уже не ходит. Вот я еще не начала разговаривать, она уже не разговаривает. Ну, я быстро собрался, с дарами поехал, приезжаю. А, мы на утро договорились. Говорю, если ночью ей будет плохо, звоните прямо ночью. Я успею причастить. Все, приезжаю, она уже хрипит. Я ее, Валентина, Валентина, она уже так, это глаза-глазки, как приоткрыла, услышала меня. Причу ли? Прям вот, я слышал, что она меня услышала. И вы меня слышите? Давайте причащаться, вбратья с Господа. Все, помолились. Как я ее причащаю? Она рот закрыла, уже все у меня. Я говорю, я уже не хочу причащать, потому что как, она уже, она не способна менять предпричастие. Сейчас у меня может быть, она ее выплюнет, либо во рту останется, и там выйдет она как-то, и у меня будет. Я говорю, Господи, помоги, ну, если тебе угодно, помоги. чтобы, чтобы, как-нибудь, она, да, не смущаясь, дочка, но там сильно, она уже, она уже у нее, уже начинается, такой спазм, да. А, вот, окрот, и я только кусочек, дары ложу, она там маленькая, она небольшая, ложу, она не глотает, что делать? Я, господи, сейчас еще и кровь пролью, я это, святой воды, наливаю, она, она почувствовала святую воду, и проглотила. О, у меня все зашло, господи, принял, она все, я перед все, помолились, через час не нерва. Вот как это, вот, можно там, что угодно там будет, ну ладно там, через час. Вот я говорю, они как говорят, сразу древенские, батюшка пришел, что-то почитал, молитвы, и она, я нашла. Все, они уже ко мне уже, вот у меня несколько раз было, причащаю, и с миром отходит господь, это же надо, я не участвую, то есть эти люди, вот у нас, и главное, вот они две, рабы Божьи угодницы, и узнаю про их жизнь. Эта раба Божья, шла с алкоголиком сына, который с нее деньги требовал, все пропито, она всю эту пенсию ему отдавала. Дочка пришла, я говорю, а почему вы ее не забрали, с этого, так сказать, гадюшника, не слабо, с этого дома, тем более, жить с сыном. она говорит, я хочу эту дочку ругать, она смирена, так да, бабушка, да, да, потом я узнаю, не от нее, она себя оправдывала, я так удивился, конечно, она, она говорит, да нет, она ее брала, а к себе, несколько раз, а там, мать же, ну, мне там сын остался, как же без меня, мать до конца осталась, алкоголик, он вообще, он там зашел, что-то ерунду, выцелятнул, что-то ушел, ну, такая, ну, деградация такая, человеческая, я говорю, и она, и она угодила Богу за то, что она терпела все, и говорю, оказывается, казалось бы, в этой ситуации, ты мой лай, мне нравится, как и дверь закрывается, все, братарин к вас отнашелся, он закрывается, да ты его, я родной, и я ее отпивал, знаете, хорошо ко мне было, вот, что угодно там можно говорить, но я вот отпивал, эту, попроси, она мне, я даже фрам не хотел заносить, я говорю, я не буду заносить фрам, я ее, если угонить, я отпою ее в этом, и то, это отпевание такое, скорее, для родных, так немножко упил, а так, для них это, для них это серьезно, если не отпевают, значит, что-то, что-то ты сделал, ну, что, самоубийцу нас привезли, на кладбище, говорю, что тут делаете, вот, батюшка, там, это, похоронить, я говорю, как хоронить, и что там, молчит, что-то, ну, а он там, что-то там, как, что, что, ну, что, говорите, ну, там, сунубийцем, там, и что, а как вы, сунукладбище храните, явно сунубийцем, ну, ладно, там, когда там, средел был, когда там, никого не было, там, никому, сунубийцем, все, храните, на кладбище, есть место, и говорю, там, храните, еще, взяли, щепет поставили, и говорю, я не благословляю это, и они, это, они, там, эти все, против меня сейчас, это все, батюшка, и они, ну, а как, подождите, а как, скажите, что, вы, решайте сами, да, вот сунубийцем, я вот хранил, вот, одно, одно, и то, да я там, в общем, от этого, отпевание было, я не знаю, я только перетерпел, какие-то скорбей, что я вообще, зачем оно мне это нужно, хранить, вообще, людей, которых, не то, что, они вообще, бога-то не знали, и не чтили, и не боялись, и вообще, хулили его, как я могу отпевать того, а я участвую в этом хулие, потому что я отпеваю того, я говорю, нет, я говорю, я, вот, я отпел, но и то, я отпел, девушка, выпивала, что-то начала, трое детей, но она начала, говорит, после школы ее понесло, и все, она не остановилась, она выпила, и надо догнаться, ну, смотрит, какая-то, а там это было, не опрыскивать, а каким-то спирт персиковым вкусом, но он, вроде на это похоже, думал, мама там что-то спрятала, там, спирт еще, какой запах, а там спирт какой, и все холодные нашли в ванной, и говорю, я не буду отпевать ее, вы что, я там, я говорю, мать, батюшка, я, говорит, сейчас прошу, там, она ходила, там, ну, как-то она, и она стала, она стала воспитывать, я как-то ради нее, ну, опять же, я говорю, понимите, я уже встал, говорю, отливание не является пропуском в рай, это, мы просим Бога, мы милость, окажи Господи, милость ей, но это ничего не значит, если она Бога хулила, если она против Бога шла, как душа может там, в аду нет покаяния, ад, это не место покаяния, место покаяния здесь, у меня одна знакомая, а, Евгения Родионова, мама, она говорит, я, говорит, я всегда думала, что, мне было, ну, она там давала интервью, она вот рассказывала, говорит, я, думала, что воспитать ребенка, сына, ну, вообще, что это такое, одевать, давайте кормить его, питать, одевать, вот я распиталась с ним, и, оказывается, не то, и вообще, вот, я, говорит, сейчас все пересматриваю, я вообще не думала о его душе, не думала, он даже, вплоть до того, что, мам, пойдем в храм, ну, что ты там, он думал, что любили какие-то увлечения, храмом он, а он, да, что он даже заставлял его истить, да, да, был такой, она очень жестко такая, ну, она без отца его воспитывала, и он такой, как бы маленький, вроде, сыночек был, но в то же время, какой дух у него оказался, да, что, она, говорит, что, сын ее привел ко Христу, вот еще, сын ко Христу привел, она никогда ей об этом, у меня не задумывался особо, то для меня, я была такой партийная вся, такая деятельная женщина, а тут она говорит, она все, все говорит, она все отдала за его тело, она все свои, даже квартиру, конечно, отдала, чтобы просто тело, его получить, просто тело, она выбрала, что голову, она, как она говорит, раз сказал, как она голову лезла, это что-то с чем-то, я, мать, так спокойно говорит об этом. Она говорит, что она все пережила, но вообще она стала такой вот, она уже, вот человек уже просто уверовал. Просто если ты не уверуешь, то вообще потеряется всякое осмысление происходящего. Даже мало того, пойдет рокот. Что это такое? Почему нет? Что я такое знаю? Здесь и происходит вот отречение себе, когда Господь говорит себя. Отрекись себе. Это вот что значит от тела, вообще отрекись от него, забудь про него, про это тело. Это вот знаете, все мы физически, я вот это все понимаю как знание. А как от себя, как это невозможно. И Господь порой такими средствами нас отрывает от нашего тела, чтобы мы поняли, что мы здесь временны. Завтра поздно нас оттуда за Господь заберет. И все, что мы тут дворцы будем строить, что угодно будем строить, а в каком смысле? Если смысла, если им нету, то есть один мне понравился, что если жить надо так, как будто ты все здесь делаешь для вечности, все будет продолжаться там. Если ты будешь так делать, ты все будешь делать основательно, хорошо, не торопясь, не суетясь. И тогда все перейдет туда. А как вот кот, да, любимый кот, собака, Господь, Царство Небесное, это вообще это совершенство, это совершенство всего творения. И там совершенное все. Почему кошки, собаки, это же тоже Божия тварь. То есть кто его знает, что это? Господь утешает, говорит, никому на ум не захотелось, что ждет верующих людей там. Никому на ум не захотелось. Даже, представляете, мы можем что угодно думать себе, выдумать, картинки, даже на ум не захотелось. Представляете, как сложно с каждой? Вы в большом счете представите себе. Мы не можем, да, у нас еще там 10% от мозга работает, вот часть от мозга, вот 10% работает. Что мы можем говорить? Мы не можем, мы 7 цветов только знаем, 7 минут, да, 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 все равно надо. Ну ладно, хорошо, что к вам заехали. Спасибо вас, Господи, мы поедем и хотим сегодня еще в город до ночи добраться. До ночи. Это мы вообще хотели просто приехать, поздороваться, но, видите, не получилось. Попрощайтесь. 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 Попрощайтесь, дядя Сережка, до свидания. Маш, там, в руку. Давай, Падедушка, иди сюда, чтобы дядя Сережа видел. Иди сюда. А то ты, Маш, дядя Сережка, лучше видит тебя. Чтоб ты жалко не доставляешь, вообще покушаешь, прям головку. Иди сюда, хватит, делай кечки. Попрощайтесь. До свидания. До свидания. До свидания. Ну все, с Богом оставайтесь. Сил вам терпим. Давайте. Ну все, с Богом. Помоги, Господи. Ничего, такая у вас бодрый дух. Ничего, слава Богу. Мы еще вымучим. Я знаю, может Господь, я же говорю, вот. Может быть, Господь и дает, чтобы вы нас потом там, вымулили нас. А что это будет? А что же? Вы там попросите нас Господа, если. Вот он того давайте. И Господи, он-то за того, и за тех. Не знаю. Потом мы и придем, мы там у Господа рядышком выйдем. Да, я вам искать и ручку. Я только так надеюсь. А, кстати, крестьяне, да. Одного только пропусти в рай. Всех выман. Ну все, спасибо, Господи Сергеевич. Счастливо.